Теперь обо всем по порядку. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подвел итоги первой пятилетки индустриализации программы форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана. В общенациональном телемосте новая индустриализация Казахстана, результаты 2014 года и первой пятилетки принял участие коллектив акционерного общества Мунаймаш. Заводчане доложили главе государства о достижениях. На предприятии в этом году произвели продукции на 3,5 миллиарда тенге. Одними из первых в стране они стали участниками программы «Производительность-2020». На заводе Мунаймаш в 2012 году провели масштабную модернизацию механообрабатывающего производства изделий для нефтяной промышленности. В рамках программы «Производительность-2020» закупили 12 современных станков из Японии, США и Бразилии. Это оборудование с числовым программным управлением. И обошлось оно предприятию в 1,5 миллиарда тенге. Сегодня в прямом эфире во время телемоста с главой государства Нурсултаном Назарбаевым председатель правления ООН-Айма Сергей Григоренко акцентировал внимание на успехах и достижениях заводчан. Предприятие динамично развивается в рамках реализации первой пятилетки форсированного индустриально-инновационного развития. Уважаемый Нурсултан Абишевич, по вашему поручению разработана программа модернизации предприятий «Производительность-2020». Наше предприятие – одно из первых, которое воспользовалось ее условиями. Мы полностью заменили свой станочный парк. Производительность труда возросла втрое. Повысилось качество. Мы вышли на экспорт. Кроме нас, поддержку получило более ста предприятий различных секторов экономики. Уважаемый Нурсултан Абишевич, благодаря вашей политике, индустриальное развитие Казахстана выходит на новый уровень. А мы, машиностроители, вас не подведем. Мы помним, как машиностроительный завод «Петропавловский» страдал в свое время, остался фактически остановленным. Сейчас, благодаря импортозамещению, завод стал выпускать очень необходимую для нашей нефтегазодобывающих отраслей. Это очень важно. У вас есть продукция, есть постоянный потребитель. Я поздравляю с пуском завода, желаю коллективу успехов. И то, что вместе с российскими инвесторами мы вводим в Северном Казахстане новый рудник для производства золота, за что Казахстан сейчас очень сильно взялся, и очень хорошая новость для области. Сегодня завод успешно работает. Мощности загружены на 100%. Производительность труда одного работника за 11 месяцев этого года составила 18 миллионов тенге. На ОМНаймаш трудится более 155 человек. Средняя заработная плата – 145 тысяч тенге. Сергей Остриков на предприятии 7 лет. Рабочий отмечает значительные перемены на производстве после его модернизации. По сравнению со старыми станками, повысилась производительность труда. Намного лучше стало качество выпускаемой продукции. Стало интересно просто работать. Появился новый инструмент, появился. Вот есть относительно этого качества лучше. В год здесь выпускают 7,5 штук скважинных нефтяных насосов. Продукция востребована как в Казахстане, так и за пределами страны. С начала года на ОМНаймаши произвели нефтеоборудование на сумму более 3,5 миллиардов тенге. В Россию экспортировали продукции на 50 миллионов тенге. В 2015 году планируют увеличить объемы производства на 400 миллионов тенге. Мы надеемся, что в следующем году мы подпишем долгосрочные договоры с нефтяниками, и наше будущее уже будет более закреплено на рынке Казахстана. На 10% мы увеличим свои объемы в следующем году. И до 2020 года мы будем планомерно поднимать свою планку по 10%. Всего во время телемоста с главой государства Нурсултаном Назарбаевым в рамках реализации второй пятилетки форсированного индустриально-инновационного развития в стране запустили 15 крупных предприятий. Свою работу продемонстрировали заводы, которые успешно развиваются в годы первой пятилетки. Гульнара Кали, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК.